Доброе утро, друзья! Доброе утро четверга! Мы собираемся Мирончика в садик отвезти. Сегодня у нас будет теплая погодка, 24 градуса. День предвещает быть солнечным и теплым. Вчера мы с Мироном катались на велосипеде. Я заметила, что после велосипеда он спит просто, даже не переворачивается. Последние две недели, наверное, он спит в своей кроватке. И сегодня он вообще даже утром к нам не прибегал. Он так крепко спал до полдевятого. Девять мы должны привезти его в садик. Сейчас уже без пяти. Я вообще не буду закалить. Привет, как в своих карманах. Молодец. Очень вкусно. Все, Мирончик в садике. Все его друзья на месте сели сразу завтракать. На завтрак у нас вафельки с яблочным пюре. Вот из этих яблок, которые мы вчера с Мироном насобирали. Они так вкусно пахнут. На обед приготовлю пасту. Отправляю лук на растительное масло. Соевый фарш заливаю кипятком. К луку можно отправить чеснок. Отправляю томаты. Теперь специи я хочу добавить карри, орегано. Добавляю томатную пасту. Добавляю фарш. Время посолить. В кипящую воду пасту. Добавляю фасоль. Фасоль отправляю к соусу. Мне хочется добавить немного воды для консистенции. Добавляю лавровый лист и тимьян. И оставляю тушить. В конце в соус добавляю кукурузу. В конце капельку меда, чтобы гармонизировать вкус томатов. И солю по вкусу. Кстати, такое же блюдо можно приготовить и с обычным фаршем. Оно получается невероятно насыщенное вкусом. Пришло время ехать за Мирончиком. У нас так тепло, так приятно на улице. Сегодня мы решили с Юлей поехать в бассейн с детьми. Чтобы хоть как-то немножко разнообразить наши будни серые. Я уже вторую неделю с Мироном после обеда. И мне предстоит еще третья неделя. Потому что, видите, три недели подряд работает во вторую смену. Надо немножко как-то себя разгружать. Вчера я Мирона забрала самого последнего среди его друзей. Хотя я не поздно забрала. В два часа. От садик до полтретьего. И он был уже осень сильно недоволен. Сейчас уже два часа. Я еще не доехала. Наверное, я ему опять последнего заберу. У меня целая куча накопилась коротких видео в телефоне. И я каждый раз себе говорю, да потом сделаю из них рилс или шорс. И каждый раз потом-потом. И у меня накопилось уже просто нескончаемое какое-то количество видео в телефоне. И я решила, что потом наступило. И начала уже делать эти короткие видео. Но вы знаете, самое сложное в этом оказалось уместить это все в минуту. Потому что мне хочется всегда растянуть хотя бы на две минуты или на полторы. Но надо все это уместить в минуту. И вот этим я и занималась. То есть в 10 я начала. И в пол второго я закончила. И то я не закончила. Буду еще завтра делать. Делать маленькое короткое минутное видео. Я приехала в 2 часа дня опять. Я забрала Мирона. Слава богу, не последнего. Они с Ладом еще играли. Он говорит, мам, посмотри, что я сегодня покушал. Я удивилась. У него полностью пустой бокс его. Он говорит, мам, я хочу еще кушать. Мы приехали в Акценту. Сюда нас привел Мирона голод. Здесь каждый день чем-то кормят. Мы взяли роллы попробовать. И опять здесь хлебцы. Мирону вчера понравился вот этот с арахисом, с бананом. Мы тоже взяли с авокадо роллы. Мирон говорит, что очень вкусный. Но видно, что они свежие. Они их только приготовили, чтобы угощать, заманивать. Мы и так собирались роллы покупать. У Мирона на обед роллы с авокадо. У нас 40 минут, чтобы собраться, и мы поедем в бассейн. Донесешь? Да. Спасибо, уже помощник вырос. Мы собрались и поехали купаться. На улице прям жарко. Юля нас уже ждет во дворе. 8 лет. Тем не менее. Мы приехали в бассейн, в котором мы еще ни разу не были. Увидим что-то новенькое. Мы проходим здесь какое-то озерцо. Так интересно, прям на уровне дороги. Но цвет воды, конечно, отталкивающий. Да, Мирон? И напротив этого озера уже бассейн. Мы пришли. Здесь классный бассейн. Смотри, там тоже прям для малышей маленький бассейн. Может быть, даже он теплый. И горочки есть. Сегодня весь бассейн для нас. Почти никого нет. Детский такой хорошенький. Но водичка холодная. Для детей нормально, наверное. Мы пошли переодеваться. Здесь кабинки. В этом бассейне намного теплее вода. Прям классная. И он такой большой. А я планирую с этой горки начать. Нанырялись, накупались. Мирон трясется от холода. Мы все горки здесь перепробовали. Все, у нас перекус. Аппетитно гуляли. Пошли на второй заход. Хоть и вечер, но все равно купаемся. Поплыл. Поплыл. Здесь очень классный бассейн. Жалко, чтобы мы про него не знали. И сегодня никого нет. Это вообще супер. Мирон на горку побежал. Ура! Вот там еще маленькая горочка для детей. Но Мирон что-то не хочет на ней кататься. А здесь такой красивый зеленый парк. Можно тоже загорать. Солнышко греет. Со всех сторон защищено от ветра. Очень приятно даже вечером здесь лежать. Тут голубые ели. В тени этих деревьев хорошо. Мирончик сел немножко согреться. Мы тут к плитке прижались. Она очень теплая. Мы сели на солнышко и наслаждаемся. Здесь она так хорошо пригревает. Хотя уже вечер. Все пошли смотреть, как Саша с вышки прыгает. А я пошла переодеваться. Ну и у нас как-то быстро все затянуло. Так что потихоньку будем сворачиваться. Сегодня, я считаю, идеальный у нас отдых прошел. Мне очень понравилось. Мирончик с этих горок напрыгался. Я напрыгалась. Просто идеально. Берем себе на заметку этот бассейн. Посмотрите, сколько мусорок на квадратном метре. Просто нереальное количество. Поэтому здесь так чисто. Тут еще есть чем заняться. Можно в теннис поиграть. Детская площадка. Горочки, качельки. И вот здесь тоже что-то интересное. Или с песком, или с водой. Наверное, все же с песком, друзья. Какая-то конструкция. Хотя, может быть, и для воды. Там еще в деревьях видно волейбольную площадку. Вообще, здесь такое ощущение, как будто ты где-то на турбазе. Солнышко нас провожает. Мы пошли, накупались. Все, поехали. По машинам. Как мы хорошо провели сегодня время. Придем домой спать. На завтрак приготовлю капусту. На растительное масло отправляю ее обжаривать. Можно сразу посолить. Капуста стала мягкой. Я должна сюда отправить сметану. У меня сметаны нет. Отправляю сливочный сыр. Все перемешала. Я оставляю тушиться под крышкой на 5 минут. Теперь к капусте приготовленной надо добавить одно яйцо. У меня это псиллиум. Отправляю натертый сыр. Сюда же добавляю муку и все перемешиваю. У меня получилось достаточно густое тесто. Разогреваю вафельницу. Сделаю капустные вафли. Также можно и котлетки просто пожарить. Ну что, мои капустные вафли выглядят очень даже аппетитно. Пробуем мои кулинарные шедевры. Мне очень понравился этот рецепт. Они такие вкусные. Капусточка такая мягкая, ароматная. Вафли рекомендую. Доброе утро, друзья. У нас новый день. Пятница. Ведем Мирона в садик. На этой неделе уже последний раз. Мирона в садике. Увидите сегодня выходной. Мы решили поехать в бассейн вдвоем. Покупаться, поплавать, поваляться в джакузи. Просто расслабиться. Сейчас зайдем домой, соберем вещи. Не будем терять время и сразу в бассейн. Ну все, мы собрались. Сегодня у нас супер ветреная погодка, но тепло. Мы приехали. Надеемся, что сегодня пятница, рабочий день. И будет не очень много людей. Мы приехали в Хильден. Здесь рядом фонтанчик. Мы сегодня самые первые посетители. Он открывается только в 10 час без 10. Поэтому нам надо немножко подождать, пока он откроется. Ура, бассейн! Расслабление, отдых. Везде пусто. Так непривычно, что пусто. В джакузи тоже пусто. В бассейне такая теплая вода. Просто кайф. Мы решили сегодня еще больше удовольствия получить. Мороженое взяли. Сейчас сидим и думаем. Прямо пожалели, что Мирончика не взяли с собой. Мы решили теперь в джакузи посидеть. Первый пошел. Мы накупались. Взяли с собой две вафельки. У меня немножко теста оставалось. Мирона в садик с собой делала. Боже, какое блаженство, друзья! Я так хохотала. Мне кажется, уже сто лет так не смеялась. Мы с Витей с горки катались. И он меня подталкивал каждый раз. И я летела просто как пушинка. И мне было смешно. И так мы раз десять делали. Как классно летом купаться в теплом бассейне. Вода 31 градус была. И это была самая прохладная вода в бассейне. И еще один бассейн был. Там было 37 градусов. Короче, мы наслаждались, кайфовали, отдохнули на все сто процентов. Если бы Мирон с нами был, мы бы, наверное, так классно время не провели. Так что иногда очень хорошо именно вдвоем куда-нибудь съездить, посмеяться, поболтать. Никто тебя не перебивает, не отвлекает. И сейчас мы возвращаемся счастливые родители. Мы приехали домой. Закинем сейчас вещи и поедем за Мироном. Перед этим заедем еще в магазин. Купим что-то покушать. У нас с каждым часом становится все жарче и жарче на улице. Хотя на небе тучи, но все равно очень теплый воздух. Время час дня. Садик работает до полтретьего. У нас есть время еще заехать в магазин. Приехали в наш любимый магазинчик. Вот эта брокколи, кстати, очень вкусная, молодая. Выглядит как побеги. Ну, такой пакетик 4 евро. Сегодня в Акценте дешевле вот эта замороженная еда. 2 евро 79 центов один пакетик. Есть даже кночи со шпинатом. Равиоли зеленые. Очень много, кстати, веганских позиций появилось. Но мне хочется вот эту пасту с диким лососем. Ну все, сейчас пол второго. Как раз мы Мирончика заберем. Еще не поздно. Не самого последнего 100%. Садик наш любимый. Сынок, у тебя хорошо денек прошел? Да, хорошо. С Мишей вы не скучали? Не скучаю. Начинаются выходные. Ура, Мирончик. Отдыхаем. Ура. Я взяла себе пасту с диким лососем. Мирону взяли тортеллини с томатами. Витя взял себе с курицей рис. И еще взяли такой азиатский суп. Мне кажется, что-то типа том-яма. Первое блюдо Витина готово. Рис с курицей. Мирончика тортеллини с томатами. И моя паста с овощами и с диким лососем. У меня очень вкусно. Я готова эту пасту каждый день есть. Я ее сразу полюбила, как только попробовала. И очень удобно иногда вот такую еду покупать. Потому что столько бы я разнообразных блюд точно не наготовила. Витя с Мироном поехали Леху забирать с работы. Что-то автобусы не ходят. А я немножко помонтирую видео. Мы уже вернулись, привезли Леху. Все хорошо. У нас такое сегодня ветрище просто на улице. И они уехали уже к маме. Что-то там маме теперь им надо помочь. А я все еще монтирую видео. Весь день проходит мимо меня. У Вити сдулось колесо. И Мирон, зачем ты тоже свой велик сюда прикатил? Зачем, Мирон? Матюка, я немножко скачу его надула, мама. А то она тоже блядит доска спустяная. Я хочу его помнить. А то смотри, у меня здесь политочки все грязно. Даже вот здесь. Витя купил себе набор. Клеить колесо. Смотрите, всякие разные заплатки. Разной формы, объема, размера из разных материалов. Также клей здесь есть. Не знаю, в общем, всякие разные прибамбасы. Что вы там смотрите? Пропускает, да, смотри, пузыри. Вот она дырка. А у тебя одна только дырка или еще есть? Ну, богамись, как-то. Ну, давай, делай. Папа, ну все, давай, делай. Он быстро засыхает. Ну, поделай, ты чуть-чуть. Ничего не делай. Теперь надо эту пару чуть-чуть подождать. Бром, посмотри на маму, сынок. У него даже всякие маски. У вас с папой все серьезно. И фонарь на голову. И у него маленький свой сундучок для инструментов. Ну, все, можно продолжать, да? Назимай. Говори. Все, сынок, видишь, мы заклеили. Дайте, нет, это просто. Не пропускает. Не пропускает. Пузырей нету. Все. Все готово. Пятничный вечер. Включил посмотреть кино. Называется «Битва шефа» в 2022 году. Сегодня у меня от готовки выходной. Приготовим на ужин вот этот супчик. Высыпала его в кастрюлю. Так интересно, здесь даже бульон замороженный. Видите, вот эти кубики. Добавить нужно всего лишь 150 миллилитров воды. Поставить на плиту, довести до кипения. Опять 6 минут и готово. Горячий, ароматный, вкусный супчик готов. Я так люблю азиатские супы за то, что они раскрываются невероятными вкусами. Мы решили папу нашего припугнуть. У него здесь пятничный вечер с кальяном. Ну что, друзья, вечер пятницы подошел к концу. Я вышла с вами попрощаться. Спасибо большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я благодарю вас от всей души за просмотр и за поддержку. Завтра к нам возвращается лето. Будет 30 градусов тепла. Надеюсь, что нам удастся погреться где-то на солнышке и скупаться в теплой водичке. Желаю вам удачи. Не забываемых последних теплых летних деньков. Всего вам самого хорошего и доброго. И мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Пока-пока. Давай ты сфоткиришь подписку. А, ну давай. Подписчики, ну как вам? Вот такой закат. Я сюда, подписчики. Эй. А кто вот такой? Машина как будто специально ездит. Да. Мы с Мироном загулялись, уже темнеет. Вот такой закат, как вам. В комментариях напишите, что фотка красная или не красная. Если что, я ваших детей, я от себя к вашими детям такую же душу передаваю. И вам тоже. Ну, спокойной ночи. Скоро увидимся в следующем видео. Смотрите наверх, как она хочет. Даже оборока как-то стреляет. Да-да. Ну что, погуляйте сейчас. Пока настоящая ночь мне наступит. А то будет плохо. Ну, если не хотите, я не буду заставлять. Плюс-то. Если хотите, погуляйте. Если не хотите, погуляйте. Я влезли не спать к трубам. Напишите еще раз в комментариях. Вы, когда у детства были, вы красали так же источник или нет? Напишите в комментариях. До встречи!